Привет! Ты думаешь, что бегемоты — это милые дружелюбные увольни? Тогда у меня плохие новости. Бегемоты так суровы, что их боятся гигеновидные собаки, львы и даже крокодилы. Сегодня мы познакомимся с этими удивительными гигантами поближе. Ты готов к путешествию? Тогда отправляемся в Африку. Бегемот — одно из самых крупных млекопитающих в мире. Матерый самец весит от трех до четырех тонн, как две газели. Высота бегемота в плечах более полутора метров, а длина тела достигает пяти метров. Это длина ленд-крузера Прадо. Живут бегемоты в пресной воде. Это необходимые условия их существования. Дело в том, что кожа бегемотов не может удерживать влагу. Если животное долго находится на суше, у него наступает обезвоживание. Кожа у него пересыхает и трескается. В воде бегемоты и отдыхают, и играют, и даже спят. Утонуть гиппопотамы не боятся. Они умеют герметично закрывать ноздри и уши, чтобы туда не проникала вода. Взрослое животное может находиться под водой около десяти минут. Гиппопотам спокойно гуляет по дну озера, так же, как по зеленому лугу. На берег бегемоты выходят ночью, когда жаркое африканское солнце опускается за горизонт. Зачем? Чтобы поесть. Эти грозные гиганты пасутся, так же, как самые обычные коровы. В день бегемотам требуется до пятидесяти килограммов травы, а если попадутся овощи или упавшие из деревьев фрукты – отлично. Гиппопотамы обожают сладости. Когда в саванне наступает засуха, оголодавшие животные забредают на фермерские поля и объедают их подчистую. Бегемоты всегда используют одни и те же тропы и передвигаются по ним гуськом. За временем они вытаптывают в земле канавы глубиной до полутора метров. Если гиппопотама испугать, он со всех ног бросается в воду, а чтобы ускориться, падает на брюхо и скользит по канаве, как бобслист по трассе. Но пугаются бегемоты редко, у них нет для этого причин. Шкура у гиппопотама невероятно прочная и толстая, до 6 см в толщину. Для сравнения длина коробка спичек – всего 5 см. Сделать бегемоту укол практически нереальная задача. Шприц такую броню не берет, а раны этим животным зашивают не нитками, а стальной проволокой. С такой мощной шкурой матерый самец может просто не обращать на хищников внимания. А зачем? Длина когтей у льва всего 8 см. Если король зверей атакует бегемота, он даже не сможет толком ему навредить. Так слегка поцарапает. А вот бегемот льву сможет пасть у гиппопотама невероятных размеров. Ширина челюсти достигает 60-70 см. К тому же они распахиваются на 150 градусов. Эти гиганты едят арбузы целиком так же легко, как ты ешь виноград. Сила укуса у бегемота достигает 120 атмосфер, а клыки – одни из самых больших на планете. Они вырастают до полуметра в длину и весят более килограмма каждый. И это не самые крупные. У матерых самцов бывают клыки даже метровой длины. Зачем травоядным животным нужны такие огромные зубы? Ты не поверишь, но это оружие. Выглядят бегемоты очень дружелюбно и забавно, но не надо судить по внешности. Эти неуклюжие гиганты очень агрессивны. Если два бегемота сходятся в драке, они сражаются до конца. Это, кстати, большая редкость в животном мире. Обычно драки между самцами заканчиваются позорным бегством одного из соперников. Бегемот, который победил всех соперников, становится полноправным выжаком стада. В него входит гарем из десятка самок, детенышей и несколько слабых молоденьких самцов. Матерый бегемот – настоящий король реки. Он владеет обширной территорией и защищает ее от любых конкурентов. Чтобы пометить границы своего царства, бегемот разбрызгивает хвостом фекалии. Крохотный хвостик вращается, как лопасти пропеллера, и пахучие метки разлетаются так далеко, что оседают даже на деревьях. Удивительно, но этот негигиеничный ритуал бегемоты используют еще и для общения. Собаки и коты при встрече обнюхивают друг друга, а бегемоты, ну ты понял, работают хвостиками. А теперь приготовься к настоящему шоку. Много лет мы думали, что бегемоты убежденные травоядные. Но недавно ученые выяснили, что бегемоты всеядные, такие же, как свиньи. Главный источник мяса в меню гиппопотамов – падаль, но охотиться бегемоты тоже умеют. Обычно они караулят жертву в воде, дожидаясь, пока животное подойдет поближе, а еще лучше увязнет вылистой почве. Но бегемоты же медленные и неуклюжие. А вот и нет. На суше бегемот разгоняется до 35 км в час, а в воде передвигается со скоростью 13 км в час. Максимальная скорость, которую могут развить олимпийские чемпионы по плаванию – от 7 до 8 км в час, почти в два раза медленнее. Забавный факт – бегемот невероятно быстро передвигается в воде, но это животное совершенно не умеет плавать. Бегемот буквально бежит по дну, и движения у него при этом плавные и изящные, как у балерины. Чем-то похоже на движения астронавтов, которые высадились на Луну. Ты согласен? В воде бегемот конкурирует по скорости с моторной лодкой. Если люди вторгаются на территорию стада, гиппопотамы реагируют вот так. Доминантный самец заметил чужаков и немедленно бросился в атаку. Сначала люди над ним посмеялись, но огромный зверь стремительно приближался, и туристам стало не до смеха. Разъяренная трехтонная туша с полуметровыми клыками – это вам не шуточки. Чтобы избавиться от преследования, туристам пришлось выжимать из мотора максимум. В 1983 году агрессивный бегемот все-таки нагнал парусное судно Афродита на борту, у которого находилось 10 человек. Зверь с легкостью перевернул яхту и серьезно ее повредил. К счастью, люди не пострадали. А деревянные лодки эта махина запросто перекусывает пополам. Автомобилей бегемот тоже не боится. Если водитель встретит на дороге этого гиганта, ну что ж, это проблема водителя. Бегемот таранит автомобиль и сминает его, словно картонную коробку. Еще бы, среднестатистическая машина весит от полутора до двух тонн, бегемот в два раза тяжелее. Хищники обходят этих монстров десятой дорогой и правильно делают. Вот что бывает, когда с бегемотом сталкивается крокодил. Заметив хищника, гиппопотам подплывает к нему и начинает толкать носом. Крокодил вяло огрызается и пытается сбежать, но бегемот не отстает. Он раз за разом окунает хищника в воду, бьет и кусает. Но обрати внимание, бегемот очень осторожен. Огромный зверь не хочет причинить вред. Он просто играет. С крокодилом. Ничего себе игрушка. Крокодил то огрызается, то пытается уплыть, а в конце концов вылезает на берег. Бегемот идет за ним. Теперь мы можем оценить размеры животного. Кажется, это довольно молодой бегемотик, еще подросток. Гиппопотам хватает зубастого монстра за хвост и треплет, словно кошка-мышку. Мне даже жалко этого беднягу. А теперь на берег выходят родители малыша. Взрослые бегемоты. Неужели они атакуют? Что будет с крокодилом? Кажется, все обошлось. Взрослые особи просто наблюдают за игрой. Вдруг злой крокодил обидит ребенка. А теперь вообрази на месте молоденького бегемота взрослого самца. Такому чудовищу крокодил на один зуб. Может, с бегемотом справятся стайные хищники? Давай проверим. Стая гиеновидных собак загнала в озеро импалу. Бедняжка не знает, что делать, а собаки поджидают жертву на берегу. Они знают, что добыча никуда не денется. Но вот из глубины появляется бегемот. Угрожающе разевая рот, он движется к берегу и выходит из воды. Собаки в ужасе, они сразу же бросаются в рассыпную. Кажется, в этот раз импале повезло. Или нет. Мы-то знаем, что бегемоты не такие уж травоядные. На суше гиеновидные собаки тоже обходят бегемота стороной. Большая часть хищников мечется вокруг гиганта, но не пытаются атаковать. Ты только посмотри, здесь еще и гиены есть. А гиены, между прочим, самые опасные хищники Африки. Гиены бегают со скоростью 60 километров в час. У них мощнейшие челюсти, сила укуса достигает 90 атмосфер и очень острые зубы. А еще гиены работают командой. Они атакуют по очереди, прикрывают друг друга и отвлекают внимание противника. Но даже эти суперхищники пасуют перед бегемотом. Когда гигант разворачивается к гиенам, они позорно отступают. Даже львы опасаются бегемотов. Две львицы решили закусить маленьким бегемотиком, но мама на страже. Самка бегемота немедленно бросается в атаку, и хищники убегают, поджав хвост. И это при том, что бегемотика довольно мелкая. Возможно, львицы смогли бы с ней справиться, но рисковать они все-таки не стали. Тем более, что рядом плавали другие бегемоты. Расклад явно не в пользу львов. А этот бегемот сам атакует прайд. Лев пытается отпугнуть гиганта, но бегемот наступает на него, и царь зверей убегает прочь. Кажется, он не собирается защищать свое семейство. Бегемот разворачивается и наступает на львиц. Грозные хищники терпят до последнего, а потом встают и уходят. Да, кстати, этот бегемот вовсе не вожак стада. Это небольшой самец, довольно молодой. И матерые бегемоты наверняка считают его лузером. Но прайду львов и этого хватило. Ты не поверишь, но бегемоты сражаются даже с акулами и побеждают. Известен случай, когда в африканскую реку заплыла сельдевая акула. Глупая рыбина решила, что может безнаказанно атаковать бегемота. Как бы не так. Гиппопотам вытолкал акулу на берег и там расправился с беспомощным хищником. Шах и мат акула. Сейчас ты видишь, как вокруг стада бегемотов нарезает круги бычья акула. Это не монтаж, а не какой-то трюк, а реальные съемки. Бычьи акулы действительно заплывают в пресные реки и подбираются к самому мелководью. Хищники прячутся в мутной воде и дожидаются, когда кто-нибудь зайдет в воду. Заметив жертву, акула делает мгновенный бросок и обед готов. Но сейчас ситуация другая. Акула кружит рядом с бегемотами, но так и не решается напасть. Даже грозный морской хищник понимает, что с бегемотами лучше не связываться. Как ты думаешь, что было бы встретиться бегемот с медведем? Кто победил бы в схватке? Поделись мнением в комментах. Ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик. Не пропусти наш следующий выпуск. Будет интересно!